И вы знаете, если, послушайте меня, если на этом сакцентироваться, то просто будет настолько несоответствие иногда даже тому, потому что когда ты слышишь проповеди, говорят, что Бог благой, и Он заботится, и Он всё решает, там папочка, ой-ой-ой, а потом, когда ты видишь в жизни и ой-ой, и ай-ой-ой, и это полностью несостыковка, если ты будешь на этом много думать об этом и акцентировать на этом своё внимание, то что с тобой случится? Это долгий путь. Но не все смиряются, кого-то просто пух, выкидывает из этого поезда. Поэтому лично по себе я говорю вам, что такие вопросы, они мешают нам в полноте следовать за Богом. Это как три ручных тормоза, они включились, и мы не едем. Что нам делать? Даю вам совет. Просто отдавать это в руки Богу, но не так, что я об этом забыл, стёр из памяти, как там жёсткий диск, протёр, всё, у меня этого нет. Но в присутствии Божьем обычно мы начинаем понимать то, чего мы не понимали раньше. Вот как это происходит. Поэтому, когда вы искренне Богу открываете свои желания, то тогда и Бог что-то вам начинает давать понимать то, чего вы не понимали раньше. Но если вы держитесь за свою правоту собственную, тогда бывает сложно. Ну, это так. Это просто... Да, слава Богу. Спасибо. У нас предмет с вами история церкви. Я не знаю, какое ваше... Кстати, я планировал начать с того, чтобы спросить вас, что вы вообще по этому поводу думаете? Какие у вас ожидания от этого? Что бы вы хотели? Вот как вы видите, чем вообще вам это интересно? Что вы хотите услышать? Может, что вы хотите не услышать? Да, не вся. Не до 2000 года, слава Богу. Потому что нам бы пришлось бы тут 2000 лет сидеть с такими бородами, да. Мы возьмем с вами период... Я надеюсь, это пишет. Да. Мы возьмем с вами период, он называется Первые века. Мой любимый период. Это сотый. Тире приблизительно... Это 480 год. Там плюс-минус. Или же давайте так скажем. Это второй... Тире... Пятый. Ой, 408... Я извиняюсь, это я загнул вам. Это будет вот так вот. Конечно же, это будет 380. Поэтому четвертый век, да. Это я добавил себе лишних лет, на которые я не подвязывался. Я лично очень люблю именно этот период истории церкви. Как вы понимаете, за 2000 лет чего произошло? Много всего произошло. Поэтому историки, которые изучают историю церкви, естественно, они делят историю церкви на периоды. То есть есть какое-то общепринятое деление. Там мы в конце его дадим. Но опять же, все это довольно-таки условно. Потому что вы же понимаете, что это не было так, что заканчивался один период, вдруг тишина. Тут вышел такой дядька трубадур, продудел и говорит, вот начался второй период. И все облегченно вздохнули, или наоборот ахнули. Ой, 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 горе нам, и пошел второй период. То есть эти периоды, они условны, как вы понимаете. Это же не то, что как-то перестройку объявил Горбачев и началось. Это не было так. Но есть какие-то такие вехи, даты, какие-то политические, даже географические, даже технические какие-то изменения в суспильстве, в обществе, которые влияли на ход развития. И вот эти такие вехи, такие резкие смены, их принято брать за такие вот, да, за такие начала или же концу, за конец периода. Вот в нашем периоде что является началом? Сто. Ну, кроме того, что это круглая дация, да, очень подходящая. А? Время после завершения храма, крестовый поход. Крестовый, о, это крестовый уже там спустя тысячу лет, там даже двести, да. Но смотрите, я вам так скажу, первый век, вот если мы говорим о разделении истории церкви на века, то, как правило, скажу вам так, взгляд исторических церквей, а это, как правило, две церкви, это православные и католики, они называют период первого века, начиная с тридцатого года, с рождения, с начала служения Иисуса. И, я вам так скажу, вот тот взгляд традиционных, я назову так, церквей на первые века, как с тридцатого года, нашей эры, или от Рождества Христова. Он не случайен, потому что для них, вообще-то, если быть точно, так более, так сказать, вот тютелька в тютельку, то, в принципе, период первых веков, он заканчивается триста тринадцатым годом. Есть еще одна дата. Совершенно верно, триста двадцать пятый. Тут уже зависит от преподавателя. Но, вы видите, разница небольшая. Кто знает, что у нас было в триста двадцать пятом? Никейский собор. Там были определенные, мы поговорим об этом. Но, хорошо, что было в триста тринадцатом? Это важный год. Да, 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 там к этому, к этому, и кто, и кто, и дайте, там руку приложил конкретно Константин. Но, что было в триста тринадцатом? Смотрите, здесь был так называемый, это я вам сейчас даю, вот, мы о начале, о конце, мы просто даем, вот, обзор этого периода, что это вообще за период, что там происходило. Вот здесь был признан миланский эдикт. Ну, называется он миланский, потому что просто он был, там, признан в Милане. Значит, что это был за миланский эдикт? Миланским эдиктом я, опять же, не буду сейчас вот во все тонкости входить. Мы с вами идем, мы берем ровно столько, сколько нам нужно. Вы понимаете? Я не ухожу во многие такие вот там тонкости, нюансы, потому что, поверьте, их масса. Это вообще был официальный документ Римской империи. Мы не будем его разбирать вот там до запятых. Но в чем его была суть? Я вам так скажу. Он узаконил христианство. Или же миланским эдиктом Константин вывел христианство из религии, которая была преследуемой, потому что с 303 года по 313 10 лет жесточайших гонений, просто жесточайших гонений, именно 10 лет. Церковь переживала такой последний... Вот вообще, вот начиная с зарождения церкви, она была вне закона. Был какой-то период в Иерусалиме, когда народ не смел пристать к ним. Мы с вами это читаем в Деяниях. Так или нет? Но потом же вы понимаете, вплоть до того, что Иакову отрубили голову мечом, Ирод это сделал. То есть был какой-то момент церкви в Иерусалиме, когда они нравились окружающим. Просто Иерусалимская церковь. Когда она фактически была единственным большим центром. Когда еще не было даже церквей вокруг, больших церквей по Римской империи даже. Еще Павел ко Христу не пришел. Только Иерусалимская церковь была. Помните? Ну, если вы Деяния читали, вы должны... Это такая тишина, вот начинается подозрительная тишина. Когда я уже сам собой разговариваю, все сидят, и я так работников торговли могу набрать, которых к церкви не имеет отношения, они тоже будут сидеть и так сочувственно мне головой кивать. Но я все-таки надеюсь, что у меня не только с гитаристом диалог тут происходит, знаете, а все остальные сочувствующие такие. Да-да-да. Боже мой, я не представился. Я сразу в бой. Мы все так сидим. Все, я сразу в бой, видите? Видите, как я люблю предмет, что я просто даже себя не щажу. Извините, меня зовут Сергей Грищенко, пастор церкви Благовестия. Нахожусь в Одессе с 2003 года, переехал сюда как миссионер из Киева, чему очень рад. Слава Богу. Со Христом где-то с 92-го, наверное, года, когда пробуждение у нас тут началось. Будут вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь, я чуть побольше о себе расскажу. Сергей Грищенко, да-да-да, Сергей Грищенко, да-да-да, извините, это я уже сразу в бой. Итак, мы говорили, что был такой маленький период, совсем маленький, когда церковь могла просто радоваться тому, что окружающее ее общество ее воспринимало. Но даже тот небольшой период в Иерусалиме, он быстро окончился. И вот весь этот период, с 30-го, даже, ну, с 30-го, ну, давайте скажем, с 30-го. Помните первые проповеди Петра, Пятидесятницы? Первая проповедь на ура, а вторая проповедь, их уже арестовывают там. То есть весь этот период, он окроплен, орошен гонениями в той или иной мере. Поэтому вдруг в 313 году, опять же, это сложная история, мы сейчас не, там есть куча разных нюансов, но в общем, 10 вот этих последних лет с 303 по 313 год давление просто на церковь усиливается. И многие, знаете, что усмотрели в этом? Книга Откровения Иоанна Богослова, помните, да? Ну, та книга, в которой мы вообще меньше всего что-то понимаем. И вот послание Смирнской церкви, оно следует сразу за посланием Ефесской, второе послание. Там Господь говорит этой церкви, что вот дьявол будет брать вас из среды и поместит вас в темницу, и вы будете иметь скорбь дней 10. Ну, так, приблизительно, помните, что-то похожее. И вот некоторые усматривали, что это пророчество Смирнской церкви, вот об этом периоде, потому что 10 лет, 10 дней, так вот, ну, люди такое толкование давали. Это были жесточайшие 10 лет. И вдруг Константин, ну, мы будем говорить еще об этом, приходит к власти в империи, и миланским эдиктам говорит, все, христиан нужно перестать гнать. Все религии в империи равны. То есть, там эдикт такой немножко хитрый, что, мол, все равны. Но, по сути, этот эдикт был направлен для спасения одной единственной веры, и вы понимаете, это было сделано в адрес христианства. Там, этому предшествует вообще своя история, что перед решающей битвой, потому что Константин был язычник из язычников, там, ему было видение, там, мы коротко скажем об этом, и что вот якобы, обратившись к Богу, все это, знаете, огромные вопросы, там, насколько он обратился к Богу. Но факт остается фактом. Вот в момент, в ночь перед решающим сражением, которое должно было дать ему империю, что-то произошло с Константином. Он усмотрел в этом Христа. То есть, хотя, если взять, знаете, вот свидетельство любого из нас, как мы пришли к Богу, то, в общем-то, немножко все это было иначе. Ну, ладно, было так, как было. То есть, мы не являемся, то есть, на небе мы узнаем, что ж там таки было действительно с тем Константином. Но для церкви, с одной стороны, его обращение стало просто избавлением от ужаснейших гонений. С другой стороны, тот статус, который внезапно церковь приобрела, он тоже стал для нее вызовом. Потому что церковь уже как-то привыкла жить более-менее в гонениях, или хотя бы, когда ее не трогали. Вот это было нормальное состояние для церкви. Но вдруг, представьте себе, что мэр нашего города стал активным прихожанином мессианской общины. Просто до мозга костей. С одной стороны, я вам хочу сказать, это круто. С другой стороны, просто вы столкнетесь с такими вызовами и последствиями, чего вы не могли даже себе представить. Потому что, послушайте, ваша церковь наводнится такими людьми, община, которым до вашей общины дела нет. И до вас им дела нет. И не было никогда. Им нужен мэр. И приходить в общину на служение. Они будут не ради вас. И не ради всего этого. Им нужен мэр. И чтобы отличиться перед мэром, им где нужно быть? В субботу. В субботу где им нужно быть? Ну или там, если в Евангельскую церковь, то в воскресенье на собрании. Они будут гимны наши учить. Все они выучат это. Очень быстро там люди все схватывают, я вам так скажу. Знаешь, там глупых людей нема. Как-то так вот не задалось. И вместе с этим, понимаете, поток финансов пошел. И вот год за годом произошло омиршвление. Вот вы поняли сейчас это слово? Да, оно такое вот. Омиршвление. То есть мир пришел в церковь. И в частности, это такой, я даю, очень поверхностный обзор. Знаете, какой была реакция части церкви на это все? Да, это уже после Константинова. Это вот, это уже не до 313-го. Нет, ребята, ну слушайте. Ну представьте, 10 лет мы ищем там, ну, просто мы не знаем. Конфискуют у нас, не конфискуют. Там переписывай, не переписывай, заберут все. То есть ты живешь, фактически тебя заставляют отречься от Христа. То есть это очень страшно. Я уже не говорю о том, каким гонением подвергается угроза дети твои, семья твоя. Ну это страшно, друзья. И вдруг прибегает счастливая сестра, забегает вот так посреди тайной и говорит, братья, сестры, свобода. Ну какая свобода? Она Константин Эдик подписал. Мы иди там, я не знаю, ну, где ты ходила, что ты там, не бывает. 10 лет мы, слышишь. 10 лет нас мучают, и тут ты пришла, и трохотепедок, тут все у тебя уже, у нас все вдруг хорошо. Как такое может быть? Вы понимаете, это вообще, слушай, ладно ты, а 200 лет до этого что было? А с 30-го года, со времен Христа, Христа гнали, слышишь? А ты тут говоришь, нас теперь не гонят. Мало того, нас узаконили. Ладно, не гонят там, ну, надоело им гнать. А еще и закон такой подписали. Да как в своем ли ты уме, понимаете? То есть это настолько был шокирующий документ, что, конечно, церковь была рада. Это так мягко сказать. А когда он собрал в 324, в 25-м я написал, там он просто долго шел. Он и в 4-м, и в 5-м был. Там сидели эти епископы, они полностью были в следах пыток в римских тюрьмах. А им оплатили приезд, пребывание, там полтора года все это дело длилось. То есть сидят епископы, которые страдали за Христа, их там, не знаю, как там, страшно пытали. И тут сидит сам Константин, ясно, солнышко. То есть тот, кто там олицетворяет ту власть, которая делала с ними все эти негоразды. Ну, как это еще сравнить? Я не знаю, там, Сталин там обратится, Гитлер начнет там танцевать. Я не знаю, как еще это объяснить, понимаете? То есть это настолько был резонанс. Поэтому вот это такой вот, друзья мои, ну, интереснейший период церкви. Очень интересно. Вот. Но традиционные церкви, что они в основном делают? Я вам скажу, они берут, они назвали первые века, весь этот период, начиная с 30-го года. Как вы думаете, почему? Стоп, давайте так, я еще немножко дам. Смотрите. Взгляд традиционных церквей на историю церкви. Традиционные церкви. Это православие и католицизм. Для них первые века это 30-й-313-й. Протестанты. Ну, мы себя туда сейчас относим. Сейчас без разницы, кто тут что. Взгляд на описание отличается. Протестанты. У нас идет деление во взгляде на историю церкви. У нас 30-й-100-й. Мы называем это апостольский век. И только потом, с сотого, по 313-й, допустим, мы называем это первые века. Вот такая разница у нас во взгляде на историю церкви. Вы уловили этот момент? Теперь ваши версии. Почему такая разница? То есть, когда ты православному скажешь, или католику, первые века, то они подумают с 30-го года по Константина. А мы подумаем. Ну, да, если сказать первые века, только что это первый век, это первые века. Но если говорить строго в контексте истории церкви, то у нас апостольский век, он выделен в отдельную фигуру. Он выделен в отдельный блок. Это раз. Но не это. Это намекает. Но причина в другом. Да, 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 конечно. Я думаю, потому что в это время в сотовом, по 313-й, кончились гонения, и нас не сказали свободы. Нет, с сотового по 313-й гонения не кончились. Они там были. Там ой-ой-ой, там страшное дело, мы поговорим об этом. Там все только начиналось, там страшное дело. Мы же говорили, вот с 303-го по 313-й, это конец гонений, вот 10 лет страшнейших гонений. А может они от Петра просто, да, то ему ключи дали, там, вот это переустраивание. И этот, вот, Писание от Петра, это все тепло, как мы говорим. Ой, горячо, горячо. Ну вот нужно саму-ка, так сказать, суть. Это не горячо, но тепленько. Ну, мы должны схватить его. Я вас долго мучать не буду. Просто хочу... Нет, это не связано с гонениями. Это доктринальная причина у этого всего. Доктринальная причина этому всему. Ну, это Лютер. А там, там, до Лютера еще там... А как это протестантский взгляд? Протестантский взгляд. Вот мы... Протестантский взгляд сегодня в 2000-м году. То есть, хорошо, смотрите, давайте так. Когда протестантов еще не было? Было две основные... Нет, так тогда и католиков не было. И православных не было. Тогда их не было. Тогда церковь одна... Тогда была, знаете, какая церковь? Как церковь себя называла? Кафолическая она, всеобщая. Это не католики были те, которые... Сейчас католики. Это нормально. Вселенская, да, всеобщая. Кафоличная — это всеобщая. Итак, давайте, чтобы я вас долго за нос не водил, хотя я люблю это дело, потому что тут такие... Нет, у нас дискуссия. Я люблю дискуссии. Я люблю... Ну, смотрите, мне нужен... Как брат зовут? Игорь, иди сюда. Побудешь православным? На секундочку. Вот Игорь у нас самый шанина есть, отродясь, каноничный и правильный. Смотрите, мы говорим с православным Игорем, рабом Божьим. Заходите. Так? Он православный. Вы общались с православными людьми? Да, они в архе были. Они даже отпечатки вот этого, а не вот этот собор. О, вы видите, ксероксы носят. И неспроста. Она мне за этот собор начал рассказывать. О, вот вообще отлично. Все. Ну, тогда вы на правильном месте. Вопрос. Вот у нас Игорь православный. Мы с ним общаемся, да? Игорь, как дела? Перешли к вопросам веры. Так или нет? Мы ему что пытаемся вталдычить? Допустим. Мы ему Библию. Ну, как последний аргумент. Ну, смотри, написано. Игорь, ну, написано. Ну, а ты, допустим, ты... Его аргумент какой? А? А, святой тогда-то сказал то-то. Житие святых. То есть, внимание, у кого-то есть человеческая Библия? В смысле, не гаджет. Я называю это человеческой Библией. То есть, когда выключает свет, она работает. Понимаете? Она без электричества фурычит. Смотрите. Мы, вот для меня и для вас, вот это авторитет. Слышишь, я вот, 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 оно подчеркано, вот тут все. Понимаете? Тут все как по-протестантски. Все правильно. Лютер скажет молодец. А он говорит, слушай, ну, я понимаю. Но взгляд их еще плюс к этому. У них не только соло-скриптура, как Лютер сказал, что только Писание. А что? Традиция. Традиция. То, что там тот сказал, сей сказал, пятый сказал, десятый сказал. И шо у них здесь? Растет у них полочка. Вы понимаете? Это я бегаю с одной Библией. Ну и книга Кейнта Хегина. Мой грешок, так сказать. А он-то что? А он носится. С бороденью, грубо говоря, и там у него целое это самое. Садись. Как я тебе рекламу сделал? Он хороший человек, вы видите. Он очень, да, побритый, подстриженный. Просто. Теперь внимание сюда. Внимание сюда. Внимание сюда. Смотрите. Для нас вот этот, кажется, Библия была написана в сотом веке. Для нас сотый век, вот 30-100, это фундамент нашей веры. Потому что нету Писаний за пределами сотого века. Все. Закончено. И мы основываемся вот на Писаниях Ветхого и Нового Завета. Это Слово Божье. Что же во втором веке? Да слава Богу, жизнь продолжается. Но в отношении развития фундамента, доктрин, мы с вами возвращаемся в первый век. Поэтому первый век, грубо говоря, Игорь, да? Игорь у нас первый век. Как брата зовут? Стас. Второй век. Там третий. То есть поймите, каждый век по-своему крут. Допустим. Вы не против? Ну не против. Но вот с ним не сравнится никто. Почему? Не потому что... Потому что основание. Все, друзья, просто основание. Хорошо, меняем. Стас у нас первый век. Значит, Стас крут. То есть вопрос не в личности, а когда было дано нам основание. И вот для нас основание – это Слово Божье. Соло, скриптура. А для церквей традиционных, что у них? Развивалось. У них развитие. И это развитие длилось там... Поэтому когда... Извините за свист. Поэтому когда они говорят первые века, для них нету вот этой четкой границы, что закончить. Нет, ребят, да все нормально. Мы продолжили это все развивать. А мы не продолжили с вами. То есть мы продолжили развиваться в богословии, в познании Бога. Но фундамент у нас закрылся, когда... Какая самая последняя книга в Новом Завете была? Откровение. Молодцы. Все правильно. Слава Богу. По нему споры дольше всего и велись, по откровению. Включать или не включать в канон. Но это уже такое. Не суть важна. Итак, святые, вы видите, разница во взгляде на историю церкви, она продиктована не настроением, а разницей в доктринальном отношении. Потому что для меня священное писание — это основа. Я на нем базируюсь. А они... Да, Библия, но авторитет традиции. Он равен писанию. Писание равно традиции. Я не равняю традицию писанию. А Тура была? Тура была, да. Ну, а там... Да. Аминь. Итак. Это такой у нас общий обзор происходит. Но уже что-то мы начинаем с этого общего обзора. Что? Какие-то делать выводы. Еще раз вам скажу, или не еще раз, а скажу важную деталь. Я не смогу вам дать всего. Знаете, я учился там богословию. Сейчас как научусь, дюжебумным стану. Но когда я проучился раз, другой, заснул, меня разбудили. Не без этого. Потом я понял, что меня просто завели в комнату, в такой вот как вестибюль, где куча комнат. И меня научили ориентироваться. Мне сказали, Сережа, вот, 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 вот. А дальше уже я могу либо входить, либо не входить. Понимаете? Мне просто научили ориентироваться в этом огромном здании. А пойду я туда, не пойду, это уже мое, как так сказать, дело. Сразу же скажу вам, в чем специфика предмета история церкви. Вот сколько вы уже учитесь? Месяц? Второй месяц. Ух ты. А, я понял. Хорошо. Тут даже такие персонажи есть. Нормально, меня это устраивает. Слава Богу. Вопрос к вам. Назовите мне кто-то из вас самую любимую, вот, понравившуюся вам тему. Там два. Тему, да. Это иудаизм. Чего? Иудаизм. Иудаизм. Ну, это, брат мой, ты пугаешь меня. Это огромная тема. Предмет вот, преподаваемый, который понравился вам. Не больше. Здесь всего лишь это преподавали. Иврит. Иврит. Опять мимо, ну что ж такое. Давай, Стас. Что? Спасибо, дорогой, ты спас меня. Ты за это пострадал? Евангелие от Луки. Смотрите, что с Евангелием от Луки? Это доктринальный предмет. Тогда же я верю, что иудаизм тоже доктринальный предмет. Потому что он основан на Писании. Знаете, что я скажу вам об истории церкви? Она не основана на Писании. Вот мы вышли с вами за сотый век. Опа. И никакого Писания. Все, что мы с вами будем проговаривать, это все просто история, друзья мои. И никакого боговдохновенного источника у нас с вами нет. А зачем вы тогда нас этому учите? Хороший вопрос, который вы мне не задали, но я уверен, вы об этом подумали. Итак, боговдохновенного источника нет. Все. Понимаете, мы с вами можем сейчас... То есть, что за вгодно. Зачем тогда это нужно? Тогда нам нужно задать вопрос. А зачем нам история церкви, если, извините, там можно вертеть как хочешь, потому что оснований нет. Мало того, любое основание, положенное на стол, не является боговдохновенным источником. Что же вы будете преподавать, друг наш, делать? Чему же вы нас учить тогда будете, если нету основания? Ну, а что в откровении написано? Во-первых, скажите мне, вы вот эту книжечку читали? Вот самый правильный. Молодцы. Скажите мне, здесь сколько историй написано? Куча. Смотрите, бог мог же сказать, вот пункт один, пункт два, пункт три, а кто не согласен, читай пункт первый. Но нет же, он же ждал нам истории. То есть, бог что? Как он решил открыть сам себя нам? Через историю. Через историю людей и отдельных народов. То есть, бог берет такой жанр, как... Мне вообще, я так иногда говорю, дайте мне проще. Скажите мне конкретно, что мне надо делать. Вот я так люблю. Вот дайте мне пункты там, и все. Чтобы я не думал много. Ну как, я люблю думать. Ну, заобъясните, что я должен делать, и все. Не надо мне вот этих ваших там. А бог берет, вот это с Абраамом все это тянется. А с Давидом, так это же вообще, там же голову надо сломать. Он прав или не прав? За Иова вообще молчу. Когда начал читать Иова, прав мужик. Потом второй приходит, и этот мужик прав. Третий приходит, и этот прав. Бог приходит, все не правы. Что это такое? Как эту книжку читать можно? То есть, вы понимаете, вот такой формат выбрал Бог, и это неспроста. Так или нет? То есть, Бог берет историю. Хорошо. Деяния апостолов. Это же вообще сплошная история. То есть, друзья мои, значит, Бог использует историю, чтобы чему-то нас научить. Теперь, я не говорю, что у нас с вами после сотого века есть какие-то, знаете, вот все пропустили, а я вам по секрету расскажу такие истории, которые просто Богом отмечены. Нет. Но смотрите, Бог действует в истории. Аминь. книгу «Деяния апостолов» читали. Знаете, смотрите, я когда пришел ко Христу, меня, конечно же, волновал вопрос церкви, потому что для меня церковь это было что? Золотые купола, ну и все такое. И я, тот брат, который привел меня ко Христу, я все говорю, Толь, ну как вот? Я боялся его обидеть, я не задавал ему напрямую этот вопрос, но он всегда у меня был. Это хорошая церковь, вот эти все вот эти вот, там, дэнс-дэнс, там, аллилуйя. Но как-то, как ясельная какая-то такая вот, как группа. А настоящая церковь, она где-то там. И тут, знаете, он сам проговорился. Он говорит, хочешь увидеть настоящую церковь? Я, ну, наконец-то. Мне же неудобно было вопрос задавать. Тут он сам на него вышел. Я говорю, Толь, ну, конечно, хочу. Он прочитает Диане Апостола. И я домой. Я же думаю, сейчас. И у меня, я не знаю, откуда это выросло, но я вдруг, почему-то, я знаете, как себе церковь эту представил? Я представил себе колонну людей, которые идут с какими-то там хоругвями, и они постоянно куда-то ходят. То есть вот, я не знаю почему. Вот они очень величественно, очень торжественно. И вот они ходят и ходят. Вот мне казалось, что они будут ходить. Я не знаю откуда, но вот я начал читать. Бац! На языках заговорили. Бац! Скочил там. Пять тысяч. Ух! Интересно там. Вообще, думаю, когда же ходить начнут? Серьезно. Я читаю, жду, когда начнут ходить. Короче, всю уже думаю, вот-вот, уже часто точно пойдут. Там змея повисла, с корабля спасся там. Очень интересно. Короче, дочитываю. Слушай, во-первых, закончилась, вообще непонятно. Она не закончена. Книга не закончена. Вообще непонятно. Кто-то книги пишет. Вообще странно написана книжка. Знаешь, вот как оборвалась, и где продолжение? В следующем году даже не снимут, как тот блокбастер, понимаешь? Я помню, я прибегая к Толику, Толик, я говорю, слушай, что за такое вот, он, что такое? Я говорю, да вот, он говорит, ну как, прочел? Я говорю, прочел. Он, книга понравилась, я говорю, книга супер. Он, я говорю, только церкви не нашел. Он, как не нашел? Я говорю, да нет, не было там церкви. Он, ну подожди, ну ты же видел, как люди спасались? Я говорю, да видел я, как люди спасались. А как исцелялись, видел? Я говорю, да, конечно, видел, вон там тот, тот, тот. А это? Да и воскрешение там видел. Так вот это и есть церковь. Как это и есть церковь? Понимаете, взгляд был иным. И нужно было вот огромную делать вот эту трансформацию, чтобы я посмотрел на церковь так, как видит ее Бог. Но с одним не смирился с тем, что не закончилось книжку. Читаем-то книжки, чего ожидаем? Хэппи-энда? Ну, там, боевик какой-то там, всех по-разному. Да. Вы знаете, что? Еще момент. Потом, когда я уже поднаторел, я стал возмущаться. А где все апостолы? Ну, а где? Почему ни об одном не написано? Что такое? Тут они были, тут бац, их нет. Только прям все про Павла и про Эна. Знаете, и у этого всему есть объяснение. Когда Дух Святой побуждал Луку написать книгу «Деяния апостолов» его целью, смотрите, если бы мне сказали, помните про Стоквашину? Да. Если каждый начнет письмо маме вкладывать то, что он хочет, это бедная мама будет. То есть дайте вот сюда книгу «Деяния» и просто дайте каждому написать, что он захочет написать оценку. Вы знаете, что это будет? Я догадываюсь. То есть тут будут все, тут будут и тарифы. То есть тут будет все, понимаете? Поэтому Дух Святой сказал, ребята, ша, никто ничего не пишет, пишу я. То есть и цель Духа Святого была в том, внимание, чтобы показать распространение благой вести. И там в частности потрудился Павел. Понимаете? Целью Духа Святого при составлении книги «Деяния апостолов» было показать распространение благой вести. А не просто описать нам все происходившее в первом веке, что нам с вами интересно. Я уверен, что что-то ускользнуло от вашего взгляда. Ну то есть не прочли вы в «Деяниях» то, что, допустим, что-то вы хотели. Итак, целью «Деяния апостолов» было показать развитие благой вести, а не отразить все, что бы мы хотели там с вами увидеть. Аминь. Поэтому вот этот факт, что книга «Деяния», друзья мои, она не закончена. Вы согласны с этим или нет? Вы знаете, что она продолжается по сей день? Вот посмотрите. То, что происходит здесь, это продолжение книги «Деяния апостолов». История записывается на небесах, но происходящего здесь. Книга «Деяния» не закончена, потому что она продолжается. Тогда смотрите, изучая историю церкви, что мы можем с вами изучать? распространение. То есть мы можем с вами продолжать изучать книгу «Деяния апостолов», только она уже не написана для нас как бы от Луки или как Бога духновенная, но мы можем, изучая историю церкви, находить с вами эти моменты, где Дух Святой распространял Евангелие, как церкви росли, и видеть дела Божьи. Аминь. Теперь вы мне скажете, подождите, но там такие есть плямы в истории церкви, что это ужас. Тогда у меня встречный вопрос. А можем ли мы с вами действительно назвать церковью частью церкви тех, кто делал это? Еще раз. Да, вот я сейчас сказал, что давайте мы пойдем с вами изучать историю церкви, потому что это продолжение деяний, и деяний незаконченный, и они притчутся по сей день. И вот изучая историю церкви, мы с вами можем просто изучать деяний. А тут вместен тогда вопрос, ну так в истории церкви там такой кошмар есть. И с нами Бог на бляшках, извините, это тоже в какой-то степени, и там ужас можно найти. Тогда другой вопрос, что все ли, что происходило под именем церкви, таково является? Конечно, не каждый, кто назвался церковью. И даже, вот Гонсалес пишет, что в самые, есть даже период в истории церкви, он называется темные века. Это они такие были темные. На, там тоже он есть. Просто церковь, было, ну, начало церкви, истинная церковь, и потом она деформировалась под влиянием различных, как бы... Смотрите, что я хочу вам показать. Вот давайте представим, что церковь ограничена нами всеми. И тут появляется некий Дарт Вейдер. Ну так, чтобы уже никого не обидеть, да, уже... Ну вот этот вот, да, кандидат, кандидат, да. И он такое чудит, ну что на голову не налазит. Ну послушайте, этот Дарт Вейдер, он вообще не спасен. Он вообще не спасен. Он просто залез в наши ряды. Ну а какой он Дарт Вейдер? Его что, мама Дарт Вейдером назвала? Вы верите в это? Я уверен, что когда он родился, еще тогда, наверное, не было этих всех. Я не знаток там, но... То есть, человек делает вид, что он церковь, но не церковь. И все, вот злодеяния приписываются кому? Нам, этому святому сообществу. А, тем более, тем более. То есть, друзья мои, поэтому взгляд со стороны, ах, какая-то церковь ужасная, вы же посмотрите, что они делают. Но взгляд Бога, вот скажи, да я не знаю их, отойдите от меня, все делающие беззаконие. То есть, поэтому церковь свята, чиста. И вот, мы можем о чем говорить? Что в эти темные века, когда уже все, уже никого не было, был остаток. То есть, просто крупица церковь в церкви. Аминь. Сделаем перерыв. 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова